Всем привет, друзья! С вами Маша Смолот. И наконец-то я продолжаю работу над шахматами. Сегодня мы будем делать такую пешечку. Да, это снова пешка, потому что у меня опять смена ролей. Все-таки я пришла к выводу, что нужно не лениться и делать прототипы из пластилина, как минимум, потому что я на середине проекта, и я уже запуталась, и мне приходится выкручиваться из разных ситуаций только потому, что я поленилась и сначала не сделала прототип и не посмотрела, как это вообще будет смотреться. Поэтому я уже отошла от своего первоначального варианта шахмат, который мне казался хорошим. И сейчас я пришла вот к такому. Значит, вот это у нас ладья. будет, ну, похоже по форме, более-менее плоская поверхность. И, в общем, я решила, что это будет ладья. Бутылочка рома остается конем, как и предполагалось. Вот эта фигурка теперь становится слоном. Вот. Он не очень похож на слона, но и, с другой стороны, кто сказал, что мы должны придерживаться каких-то правил. Вот над этим товарищами мы сейчас тоже поработаем, потому что, так как эта фигурка становится ферзем, мне придется... Ну, лучше будет, если я уберу наглазник и сделаю тоже глазницу пустую. Ну, мне кажется, так будет лучше. Вот. Король у меня уже вырезан был. Это прототип, потому что вот эта фигурка мне не нравится, но будет наподобие. Такой, с усами, с бородой и сразу понятно, что это король. Вот. Ну и, собственно, пешечка. И вот сейчас вот сидела и размышляла, блин, все-таки вот эти две фигуры похожи и, как бы, может возникнуть путаница по поводу того, кто из них кто. Вот. И поэтому я решила, что в самом конце, когда уже там впитается масло, я... Ну, не то, что впитается масло, а вообще они будут все готовы, все расставлены. И я сделаю, вот как здесь, мне очень понравилось, собственно. Я бором выбрала такую вот круглую выемку, круглую. Вот. И что-то там будет написано. И точно так же я на каждой фигурке сделаю, допустим, здесь вот на лбу. Такого тоже, такого же диаметра, может быть, чуть-чуть поменьше. И там выжгу выжигателем, так как он у меня есть, такую символическую башенку. Здесь тоже какую-то коняшку. Ну, тоже чисто абрис будет так, чтобы было понятно, что это конь. Слон, ферзь. У ферзя, допустим, у ферзя и у короля будут с двух сторон, будут отличаться здесь. Тоже будут такие лейблики небольшие. Тоже все это в выемках. Ну, мне показалось, что это выход из положения. Сложилась такая ситуация, что, ну, есть похожие фигуры. Ничего я с этим не смогу поделать. Придется как-то обозначать, чтобы не было в этом проблем. Ну, нашла решение, прекрасно. Почему нет? Вот. Ну, единственное, что не буду на пешках делать. Ну, понятно, потому что понятно, что это пешка. Вот такие дела, такие новости. Так что сейчас я, наверное, займусь и покажу вам, как я вырезаю пешечку. И сделаем, доработаем вот эту фигуру. До ума доведем, так сказать. Ну, вот, пожалуй, все. Давайте приступать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок